ГИККИЯ Героиня Херсонеса Интересно знать. Херсонес в переводе с греческого означает полуостров. Город находился на территории Гераклийского полуострова и был построен греками в V веке до н.э. Со времен своего основания Херсонес был рабовладельческой демократической республикой. Долгое время вел борьбу в союзе с Босфорским царством против скифов. В I веке н.э. Херсонес попал под власть Рима и начал вести политическую борьбу с бывшим союзником. Одной из покровительниц тогдашнего Херсонеса считалась Геккия, дева-воительница. Херсонес — таврическое излюбленное место отдыха жителей и гостей Севастополя. Здесь до сих пор царит атмосфера античности, а древние камни готовы рассказать свою историю. Белоснежные колонны и синее море напоминают пришедшим на территорию заповедника о том, какое значение имела раньше это место и как основывалась таваийская культура. В то время, когда произошла эта история, Херсонес принадлежал к числу центров древнего мира, поражая мореплавателей, акрополем, башнями, стенами и общественными зданиями. На площади, где красовалась статуя императора, почти ежедневно просиживала в глубоком размышлении молодая девушка необыкновенной красоты. Все проходящие мимо граждане приветствовали ее, а чужестранцы громко восхваляли ее прелести. Однажды из Боспорского царства в Херсонес приехали скульптор Ксеноклит и гончар Родон. Гуляя по площади, они заметили красавицу. — Вот если бы она была дочерью архонта Ламаха, — сказал Родон, — я непременно посоветовал бы нашему царевичу избрать ее в жены. — Посмотри, какие у нее глаза! А нос? Такого прелестного личика я еще не видал. Гулявшие прошли, поминутно оглядываясь назад, и, подойдя к сторожу, спросили, неизвестно ли ему имя девицы. — Что вы, братья, — удивился старик. — Потеряли память или впервые прибыли сюда? — Это Гикия, единственная дочь нашего противтона Ламаха. — Гикия посещает бедных, кормит голодных и лечит страждущих. — Право, я удивляюсь, как вы можете не знать Гикию. — Так вот кто эта красавица, — заметил Ксеноклит. — Это будет славная невеста для Асандрита, сына нашего архонта-царя. Возвратились друзья в Боспольское царство и рассказали царю Асандру о красоте Херсонеса, о богатстве Ламаха да о дочери его Гикии. Задумал Асандр женить своего сына Асандрита на Гикии, а после смерти Ламаха заполучить власть над Херсонесом. Женить сына на дочери временного противтона унизительно, но я должен сделать все, чтобы вернуть власть над Таврикой. Потом Асандр позвал к себе сына Асандрита. — Любишь отца и родину свою? — Да. — Тебе придется жениться на чужеземке из враждебной нам семьи. Я это сделаю, если так нужно для династии. Ты должен ехать в Херсонес и сделать все возможное, чтобы уговорить дочь противтона Ламаха выйти за тебя замуж. После свадьбы я буду посылать к вам переодетых матросами воинов с письмами и подарками, а ты до поры скрывай их в подземелье. Если не получишь власть над городом после смерти Ламаха, захвати ее силой. Асандрит прибыл в город, и Херсонеситы, ничего не подозревая, разрешили Ламаху сочетать браков Гикии и сына Асандра. Через два года после свадьбы умер Ламах. На совете именитых граждан было решено поставить в главе города не Асандрита, зятя Ламаха, а другого видного Херсонесита. Понял муж Гикии, что придется покорять Херсонес руками воинов, и лишь ждал удобного случая, чтобы осуществить свой замысел. Как-то раз служанка Гикии Агапия нечаянно отбила палец одной из статуй, за что ее отправили в чулан в качестве наказания. Агапия прила и вдруг уронила веретено, которое глубоко запало в щель кирпичного пола. Рабыня вынула из пола кирпич, чтобы достать веретено, и до ее слуха донеслись голоса из подземелья. Подслушав разговор этих людей, Агапия поняла, что они замышляют недоброе, и рассказала обо всем хозяйке. Гикия спустилась в чулан и услышала, как Асандрит раздает приказы своим воинам. Пораженная Гикия поняла, что ее предали. Асандрит, которого она любила всем сердцем, приехал лишь с одной целью — захватить город. Гикия рассказала совету города, что Херсонес в опасности, и придумала, как избавиться от врага. Дождавшись ночи, Гикия вышла из дома вместе со служанками, заперла дверь и приказала поджечь дом со всех сторон. Огонь быстро охватил здание. Боспорские воины пытались спастись, но херсонеситы тут же убивали их. Так Гикия избавила родной Херсонес от смертельной опасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова